Школьники Васильевского острова просят пешеходов не бросаться под колеса машин. Причиной для акции стало дорожно-транспортное происшествие на пешеходном переходе. 31 августа на этом нерегулируемом пешеходном переходе возле дома номер 4 по улице Кима произошла страшная авария. Мальчика, который катился по зебре на самокате, сбила машина. Сейчас за его жизнь борются врачи. Он в коме. Госавтоинспекторы констатируют, в трагедии виновен водитель. Он нёсся на большую скорость и его не заставили притормозить ни ограничительные знаки, ни искусственные неровности. Но здесь есть вина родителей. Ребёнок переходил дорогу вместе с мамой. Дети страдают в присутствии родителей. Вот это не входит, даже вот какие-то объяснения не поддаются. Объяснения почему, почему. Вы же взрослые люди, да, вы в ответе за своих детей. Берите за руку, держите крепко, объясняйте. Чтобы предотвратить подобные трагедии, юные инспекторы ГИБДД из 5-й и 36-й школ Васильевского острова вышли в народ, чтобы раздать памятки о том, что необходимо снимать наушники, ступая на проезжую часть, о том, что нельзя ездить по зебре на велосипедах и самокатах, и самое главное, нельзя бросаться под машины. Лишний раз нам напомнить о той ответственности, той беспечности, которая порою у нас с нами случается. Непременно эти акции нужны. Даже юные дружинники продолжают бояться переходить через дорогу. Иногда я хожу один в школу, без мамы. Там носится, ой-ой-ой, без пешехода-то поставлено, но без светофоров. Вот мне и приходится переходить, чтобы меня не задавили. Между тем, по статистике, число ДТП с участием детей на Васильевском острове ежегодно снижается. За семь месяцев – 12, против 13 – в прошлом году. В целом район считается одним из самых безопасных в городе.